Город Курск не перестает удивлять своим равнодушием, я бы даже сказала бездушием в отношении животных. На днях со мной связалась женщина, которая представилась Галиной и сообщила о том, что в центре города пытаются выжать маленькие щеночки без мамы и четыре большие собачки. Она сказала, что там их никто не кормит, не навещает, то есть они брошены на произвол судьбы. Я обратилась к знакомому фотографу Руслану, попросила его съездить туда, сфотографировать щеночков, чтобы можно было написать статью, пост, как-то им помочь, пристраивать, начинать. И когда он приехал туда, то был просто в шоке. Из кустов ему навстречу выбежала целая толпа малюсеньких щеночков, которым по виду не было и месяца. Потом подтянулись еще двое месяца по два и четыре взрослые собачки. 19 пар голодных глаз с Надеждой смотрели на парня, а тот не знал, как себя вести, потому что с собой у него было всего 4 килограмма голов. Руслан высыпал сук-продукты, которые смелись буквально за пять минут. Все они были очень голодные, очень несчастные, худенькие, грязненькие. В общем, смотреть без слез на это было просто невозможно. Галина сказала, что периодически подкармливает щеночков, что она приносила вот вчера, например, два пакета молока, туда хлеб. Но представьте себе, сколько надо этого молока, чтобы накормить 19 собачек. Потому что 15 маленьких и 4 взрослых. Все они хотят есть, все они отнимают друг у друга. Ну, каждый хочет выжить. На данный момент нам удалось найти одного человека, который согласился ходить кормить малышей, так как живет неподалеку. Но, опять же, кормить нужно чем-то, а количество моих подопечных растет в геометрической прогрессии. Буквально сегодня ночью нам привезли новорожденных щеночков, которых кто-то бросил в коробки в кустах. Я пока не знаю, что делать дальше, как это все разгребать. Но ясно одно, что нам срочно нужно найти хозяев вот этим вот всем малышам. И неважно, откуда будут эти люди, мы постараемся организовать доставку в любой город. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ